Мы беседуем с доктором медицинских наук Александром Алексеевичем Редько. Здравствуйте, Александр Ильич. Здравствуйте. Подробнее чуть расскажите о ваших общественных и прочих рабочих нагрузках, чтобы у зрителей было впечатление, чем вы занимаетесь. Рабочих нагрузок довольно много. Я возглавляю экспертный совет Госдумы Российской Федерации по Санкт-Петербургу и области, экологический совет, потому что в моей докторской диссертации две специальности. Одна по качеству жизни, то есть организация здравоохранения, вторая по экологии. Возглавляю две общественных медицинских организации, Санкт-Петербургская профессиональная медицинская ассоциация и Медицинская палата Санкт-Петербурга. Занимаюсь еще целым рядом других тел, но я думаю, что для краткости этого хватит. Давайте сразу с места карьер. Вам известно что-либо о реакции на обращение депутатов КПРФ к Путину с просьбой остановить развал медицины? Мы читали и знаем о том, что была такая инициатива, а вот какая-то реакция есть или нет? Моя реакция есть. В частности, я где-то в блогах отметился по этому поводу и сказал, что то, что сегодня 50 депутатов Госдумы направили некий запрос Путину в отношении того, что развал здравоохранения продолжается и реформы являются губительными. Те реформы, которые сегодня проводит Министерство здравоохранения, да и вообще правительство Медведева, не только министерство. Такой запрос в такой форме, в которой он был сделан, является паровозным гудком для того, чтобы истравить пар. Потому что то, о чем сказано в этом запросе, это надводная часть айсберга. Главное, не сказано, что этот развал идет уже довольно давно, с 1995 года, и он нарастает. Из 4,5 тысяч центральных районных больниц Российской Федерации осталось 440, то есть 10%. Закрыто тысяча станций скорой помощи. Доступную медицинскую помощь, о чем все время говорят и говорит партия власти, и говорит сегодня любой администратор, чиновник о том, что у нас доступная медицинская помощь нарастает и в 323 законе об охране здоровья граждан Российской Федерации, в федеральном законе, только об этом и говорится, что надо дать право гражданину выбрать врача, выбрать медицинское учреждение. А как его выберешь, если ближайшее медицинское учреждение за тысячу километров? На самом деле вещи должны быть названы. То есть люди должны, прежде чем лечить болезнь, нужно поставить диагноз. А чтобы поставить диагноз, нужно все симптомы этого диагноза осознать. Они должны быть произнесены. Зачем все скрывать? Зачем скрывать то, что происходит? Давайте еще вернемся чуть позже к состоянию медицины в стране. У меня вот такой вопрос. Вы преподаете сейчас? Да, преподаю. Где? Я преподаю в Государственном экономическом университете. С 1993 года я профессор Инжикона, но он объединился с Финеком. Тогда я ввел вопросы управления здоровьем. С 1993 года трижды избирался на должность профессора пятилетний срок. А теперь я на другой кафедре Государственного медицинского управления, потому что моя кафедра сократилась в результате объединения. И теперь я преподаю самоуправление, саморегулирование в медицинских учреждениях. Это скорая помощь где-то у нас за окном. Да. Вот какой уровень абитуриентов сегодня? Чувствуете ли вы, что как-то на этом уровне вот этих ребят, которые приходят из школы, отразилась реформа образования и ЕГЭ? Несомненно. Вы знаете, у нас, к моему удивлению, может и не к удивлению, это стоило бы ожидать, но раньше были просто иногородние, а теперь далекие иногородние. То есть у нас очень выросло... С ближнего зарубежья. С ближнего зарубежья. И из наших кавказских республик выросло количество студентов. Причем это в некоторых группах до половины. Но уж треть-то точно. Что это влияет на качество? Это... Вы поймите, что дело в том, что эти ребята... Я ничего не хочу сказать о них плохого, но эти ребята... Вы знаете о том, что в Чечне у нас там до 100% доходит за ЕГЭ по русскому языку. Они действительно плохо знают язык, но при этом они в конкурсе своих тепломов, своих аттестатов выигрывают по ЕГЭ у санкт-петербургских ребятишек. И они занимают их места. При этом донести материал до всей группы очень тяжело. И чтобы дойти до последнего понимающего, получается, что много тратишь время. Не на то, что нужно. Вот, то есть уровень преподавания снизился. Вместе с этим... Вместе с этим хочу сказать, что за последние там 3-5 лет дети, в принципе, изменились. И изменились в лучшую сторону. А с чем это связано? Я не могу сказать, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что в фертильный период сейчас... Ну, не сейчас, а вот, скажем, там 5-10 лет назад вышли те, кто в 1986-1987 году попали в эту антиалкогольную компанию. И родились именно в тот период. Поэтому сегодня детишки наши стали больше тянуться к зданиям. У них стала лучше усвояемость в принципе. И мне, конечно, жалко, что вот наши студенты сегодня в Санкт-Петербургске вытесняются иногородними и остаются на улице. Вот этого бы, конечно, хотелось избежать. Мы, как обычные граждане, которые прибегаем к помощи медицинских услуг, мы, конечно, опасаемся, и нам страшно, и мы боимся, и волнуемся. Каково качество? Не падает ли качество медицинских услуг именно из-за того, что абитуриенты и студенты готовятся, может быть, хуже, чем раньше, подготавливаются или выпускаются не такой квалификации, как прежде? Или нет? Или уровень выпускаемых специалистов такого же, как и был 20 лет назад или 30 лет назад? Как на ваш взгляд? Я считаю, что значительно ниже этот уровень, значительно ниже. связано это с коммерциализацией образования. Скажем, моя средняя дочь, когда училась в Первом медицинском институте, она своим иностранным гражданам, там у нее в группе были и из Индии друзья, и из Грузии, и из Армении, она им объясняла, потому что им трудно было на языке понять все, что было сказано, она им все рассказывала, а к началу сессии они показывали ей зачетки с пятерками. Еще сессия не началась, у них уже все было проставлено. ГОС она сдала лучше всех, а так она была троечницей, потому что постоянно удивлялись, почему она проходит сессию, сдавая экзамены, будучи, так скажем, дочерью депутата, а не проходя это каким-то коммерческим путем. Поэтому коммерциализация в здравоохранении, в образовании приводит к снижению уровня знания, безусловно. И мне кажется, что это большая беда. Я вообще считаю, что конституционное бесплатное здравоохранение и образование должно соответствовать Конституции. Например, незаконен совершенно наш страховой полис. Зачем мне иметь страховой полис, если 41-я статья Конституции обязывает медицинских работников оказать мне помощь? Как плановую, так и экстренную. Почему я должен по стране ездить с этим полисом? А раз мы об этом заговорили, можете перечислить тогда те области медицины, здравоохранения, которые у нас в стране считаются, ну если не лучшими в мире, то по крайней мере в первой пятерке людей. Вы понимаете, нельзя здравоохранение делить на какие-то области. По одной простой причине, что вот мы сейчас создали целые комплексы высокотехнологичной медицины. Таких комплексов в мире нет. И кардиохирургические операционные, у нас нейрохирургические операционные, онкологические клиники сегодня имеют такое оборудование и имеют таких подготовленных медицинских работников, каких в мире не существует. Они лечат сегодня 5% наших больных. И центры новых клинических технологий, высокотехнологичные центры, А где они находятся? Они находятся в каждом регионе, ну то есть у нас же страна в северо-западном регионе. Вот у нас в Питере, скажем, центр Алмазова объединяет 6 институтов. А почему, когда происходит какое-то происшествие, авария или люди попадают в тяжелую ситуацию в регионах, в глубинке, нам постоянно рассказывают, что этих людей везут, как правило, в Москву и создается ощущение, что это единственный в стране город, где могут в тяжелом случае человеку помочь. И такое ощущение, что в стране больше нет просто ничего. Вы понимаете, мне начавшему свою практику на Алтае, 4 года проработавшему в Алтайском государственной больнице, в государственной сети, обучавшемуся еще и в Новокузнецке, говорить об этом просто смешно. Я того уровня медицины, который есть в Новосибирске, в Хабаровске, в Кемерово, в Новокузнецке. Ну, вы знаете о том, что у нас в Кургане были такие хирурги, как Витебский, как Элизаров, которые создавали беспрецедентные направления в медицине, в травматологии Элизаров, достигали лучших в мире результатов. Это когда? А когда бы это и не было, это и сегодня есть. Вот в 78-м году в Новокузнецком Гидове на автоматической системе управления стационаром в первой больнице Новокузнецка работало 40 инженеров. 40. Есть 1480, машины еще с перфолентами и так далее. И все истории болезни были переведены на цифровые. То есть, еще и цифровой медицины не было, а там уже это все было. И при этом 2900 коек в стационаре, в котором у нас сегодня таких стационаров по стране нет. И все работало. Больной поступал. Но мы опять о прошлом говорим. Я вас про сегодняшний день. И про сегодняшний день тоже. Медицина на самом деле везде, в каждом центре. Посмотрите, какие кардиохирургические центры лучшие в мире показатели сегодня в Краснодаре. Лучшие в мире. Наши же люди, ленинградцы, поехали туда, из моей больницы Святого Георгия. Уехал доктор, и там показывают лучшие в мире результаты. Опять-таки, нам рассказывают СМИ, что чиновники самого высшего ранга нашей страны, или вообще богатые люди, олигархи, бизнесмены, как правило, предпочитают лечиться и отдыхать за границей. Вот вам отсюда и репутация. Почему они едут туда? Значит, они считают, что там лучше. Есть очень четкий ответ по этому поводу. Серый народ, тёмин народ. Вот тот, который высший эшелон власти. Вот этот высший эшелон власти. Я-то ведь их практически всех знаю. И поверьте мне, что с интеллектом там не так хорошо. Потому что они не доверяют русским врачам. А потому они не доверяют. Вот ко мне приходит, я главный врач больницы Святого Георгия. Ко мне приходит новый русский. Ну тоже это было, как говорится, не сегодня. Приходит и говорит, можно я посмотрю палату? Я говорю, пожалуйста, смотрю. Сколько стоит? Я говорю, бесплатно. Как бесплатно? А он не верит, что бесплатно это хорошо? Он не верит. Я говорю, как? А у меня нету хозрасчёта. Он говорит, ну у тебя же в 8 раз работники получают больше, чем по городу. Я говорю, да. Но ни одной копейки хозрасчётной. Ни одной. Каким образом? Я говорю, я быстрее лечу. Я ввёл тогда лапароскопическую операцию, которых не было, металл с памятью формы для травматологии и так далее. И в конечном итоге больные выписывались раньше, а получали как за полный койко-день. Отсюда больше денег. Значит, он говорит, но у Накатиса, это имеется в виду 122-я медсанчасть, такая палата стоит 60 долларов. Ну на ту пору. Я говорю, у меня бесплатно. Он говорит, нет, я поеду туда, где я могу заплатить, потому что меня жена не поймёт. В результате, ну не будем сейчас говорить, но ситуация оказалась трагической. Надо лечиться сегодня там, где больница работает по скорой помощи, непрерывно 7 дней в неделю по всем направлениям, чтобы не было пробоя. И надо лечиться в работающей больнице, а не стремиться попасть в какие-то хорошие стены. Те, кто едет сегодня в Германию или в Израиль, они в конце концов едут посмотреть на эти стены, на этот комфорт. Вот их там погладили и так далее за эти деньги. То есть им кажется, что если не за деньги, значит их кто-то здесь обидит. Ни в коем случае. Сегодня медицина наша не хуже, но поднимать её, особенно доступную медицину, необходимо. Может быть кажется, что я противоречу себе, но вот то, что сделали сегодня, закрыв периферическую медицину, периферийную вернее, и централизовали это всё в эти центры новых клинических технологий, это ошибочная и неправильная политика. Продолжение следует...